ГТРК Татарстан и РУСФОНД продолжают совместный проект помощи тяжело больным детям. Вместе с вами на прошлой неделе мы помогли Софии Судниковой. Сегодня история 11-летней Альфии Хафизовой из Сармановского района. У девочки редкое иммунное заболевание, которое поражает сосуды. Я хочу, чтобы моя девочка выздоровела и вернусь к обычной жизни. Быстрая утомляемость, боли в руках и ногах, чувство сухости в глазах, температура, лишь небольшой перечень недугу фолии. Врачи поставили диагноз «некротизирующая воскулопатия». Это редкое иммунное заболевание, которое поражает сосуды. Чтобы заболевание не прогрессировало, нам нужно лекарство. Некоторые нам подаются по льготному рецепту, списку, который нам необходимо 32 раза в день. Нет списки, и его очень трудно прогрессить. Алия была обычной школьницей, но год назад стала постоянно простужаться, подхватывала любую инфекцию. Чуть позже стало тяжело ходить, пришлось перейти на домашнее обучение. Недавно девочка заболела коронавирусом в тяжелой форме. Две недели лечилась в больнице. С тех пор родители ограничили посещение друзей. Я учусь в пятом классе, в домашнем обучении. Хочу скорее выздороветь, ходить в школу со своими друзьями и одноклассниками. Раньше Алия ходила в художественную школу, участвовала в различных олимпиадах. По общению с друзьями очень скучает. Врачи надеются на ремиссию в состоянии девочки. Для этого требуется дорогостоящий препарат. Этот препарат, данный препарат, необходим в количестве двух упаковок ежемесячно. Мы бы попросили, если кто может, помочь приобрести данный препарат девочке. Сейчас Алия требуется лекарство на год. Оно войдется в 312 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем и с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив смс со словом «дети» на номер 5542. И возможно Алия снова сможет вести обычную жизнь и посещать занятия в художественной школе. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте наш житель о компании и Росфонда. Алина Абрамовна, Вести, Татарстан.